Итак, руководствуясь моей любимой фразой, что экономия должна быть экономной, мы просто взяли оставшуюся имитацию бруса и прогнали через фуганок. Убрали у нее шип-паз и добавили ей овал. Доска стала заоваленная, и ее мы используем с вами на наши полки. Полок в мойке будет располагаться у нас под углом, поэтому я изначально соберу конструкцию здесь на полу, потом подниму ее и добавлю ножки. Все очень просто. И начнем мы, конечно же, с замеров. Я оставлю на расширительный шов буквально по 5 мм. Так, здесь у нас 133, значит 132. Чтобы вы потом смогли вытаскивать полок в случае, если у нас появится такая необходимость. Чем вам вот прям понравится этот контент? Вот этот видос, ну я долго ду... А, да, дыр. Я думаю, что он вам зайдет, потому что просто сегодня мы с вами строим трансформера. Это будет в парной у нас специальный полок, который будет являться трансформером, для того, чтобы просто было круто париться. Второй момент. Новогодние праздники, я сегодня хочу отдохнуть, и женщины тоже должны иногда работать, поэтому сегодня встречайте, всю эту работу будет делать моя жена под моим четким руководством. Ну и самое главное, что благодаря этому настройки будет чисто. Так, ну а мы начинаем с того, что сейчас напиливаем бруски на эту конструкцию и укладываем все на место. Евгения, начинаем. Сложные моменты буду, конечно, я закручивать, потому что девочке нифига не реально закрутить оцинкованный саморез. Оцинкованный саморез. Я не просто так сказал, черными саморезами в бане делать нечего. Получается, что у нас около сантиметра мы оставляем между досточками. Евгения, ты... У тебя. Нормально. Ну, в принципе, можно считать, что ты все делаешь. Ну. Так. Ну да. Вверх. Угу. Идем. Идем. Так, друзья, ну вы понимаете, да, что тяжелые работают? Я делаю сам. Ребят, я же вам не говорил, один интересный момент. Мы заказали пластиковые окна, и нам скоро их должны уже будут привезти, и ставить я их буду самостоятельно. Но утром мы заехали на стройку, перед тем, как заняться баней. Я сфотографировал для вас пару кадров, как выглядит сегодня утром наша стройка после Бурана. Посмотрите. Мы вызвали туда трактор, и сейчас он там чистит. Надо проконтролировать, что все было хорошо, и вот мы едем сейчас на стройку ненадолго. Не переключайтесь, потому что буквально через минуту мы с вами начнем делать тот самый трансформер, о котором я говорил. И моя супруга будет мне помогать. О, он за забор не помял. Так, ну а мы продолжаем, и сейчас мы начинаем делать полок трансформер в нашу парную. Приступим. Итак, располагаться он будет здесь, потому что сюда входит расстояние максимально комфортное для того, чтобы лежать. Расположить его в эту сторону мы не можем из-за двери, поэтому он будет тут. Начинаем также с размеров и идем дальше. В общем, углубляться в то, как мы делали каркас парной, мы не будем. Это вы видели, когда мы делали каркас помывочный, поэтому мы сделаем так, как любит делать Денис. Ребят, мы сейчас будем с вами собирать трансформер. Вот это вам будет интересно, уверяю, поэтому не переключайтесь. Давай сначала мы обошьем вот эту часть, а сам трансформер у нас ляжет вот на вот эту зону. Поэтому поехали. Подожди. Отлично. Как тут неудобно, а? Не то. Удобно? Ну, как сказать. Все отлично? Сюда? Да, сюда. Молодец. Сюда длинные, да? Сюда длинные. Так. Нет. Ух. Сейчас из вот этого красивого полена у нас появится робот-трансформер, и вы прям вот воочию его будете наблюдать буквально через несколько минут. Начинаем мы с того, что мы сейчас делаем конструктив. У нас будет такая мини-раскладушка. Если вам в дальнейшем будут интересны чертежи, я все это расскажу. Но сейчас так, в двух словах. Смотрите, на спину 80 сантиметров, тазобедренный сустав 20 сантиметров, потом до коленного сустава у нас 36 сантиметров, и 40 сантиметров я оставил на ноги. Это все вот в таком ракурсе. Это все будет работать, двигаться, соединяться, наблюдайте. Так, Жень, ты сейчас будешь у нас запиливать размер. То есть нам нужно найти 5-сантиметровый шаблон, да? Вон ты его как раз не взяла, он красненький. Берешь, да, берешь карандашик, прикладываешь сюда вот расстояние под лобзик, прикладываешь его сюда и обводишь. В общем, вот так. Это наши суставы. Все, начинаем запиливать. Ты крепко держи, а я пиливаю. Итак, чем у нас там занимается Евгения? О, она уже собирает конструкцию. Давай. Хочь! 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 Спитально так делаешь? Смотри, это же все крайне просто. Вот такой у нас получился конструктор. Сюда, я так предполагаю, мы одеваем вот эти два колечка. Ребята, поставьте лайк, если вам эта штука нравится. Так, идем дальше. Сюда мы одели их, да? Теперь я так помню, что конструкцию, которую ты придумала, мы одеваем вот эти. Верно? И вот эти. Вот так. Космический корабль. А с краевки? Все шикарно. Ой-ой-ой. Так, ты что раз делаешь сейчас? Сейчас собираем. Подожди неправильно. Знаешь, чего не хватает? Не хватает вот этой штуки. Ты как это все придумала? Расскажи мне. Как это? Таблица Менделеева. А, возне приснимать? Ну, конечно. Это, ребят, видели Инквизиция? В Санкт-Петербурге есть такой музей Инквизиции. Вот мы изобретаем супер кресло. Слушай, а дальше похоже тебе придет. Так, 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 так. Здесь надо просто ее заколотить. Оп-так. Все. Хороший саморез. Забитый саморез, да? Нет. Забитый саморез лучше вкрученного в гвоздя. Делай красиво. Я тебе даже трубку подержу. Сейчас, подожди. Все, ногтями. Хорошие ногти у тебя. Кто бы спорил, что... Ты подожди, там-то поправь, ну все. Я вообще одной рукой тебе помогаю. Стой. Подожди. Бери пока трубку. Давай. Вот, кровь. Эй, теперь подышь вперед. Я же тебе говорю, что она, это... Ты думал, ты подышь назад. Назад немножко. Сделай последний. Шикарно. Так. А, друзья, друзья, вот на пару секунд. Вот вы говорите, что мы не отдыхаем. Парочку кадров вам о том, как мы отдыхаем. Вот, прям вот. Друзья, мы взяли 4 сноуборда. Взяли 4 человека. И сейчас мы пытаемся в нашем любимом Алтае доехать до горнолыжки. Но нам дается это с трудом, скажу честно. Такое, ну все, мы уже поднялись. Да, да, ну поднялись-то мы, да, поднялись. Да, доехать-то не доехали. Итак, ребята, шел второй час нашего катания. Мы ставим дочь сегодня на сноуборд. Посмотрите, как прикольно. Мы разрабатываем теорию простую. Влево лес, вправо подъемник. Давай, дочь, поехали. Лес. Подъемник, подъемник сразу. Нет, я неправильно сделал. Давай. Подъемнику, подъемнику притормозишь немножко. Притормози. Все, лес. Лес. Подъемник. Подъемник, 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 подъемник. Все, подъемник. Подъемник. Немножко к нему оттащимся. Ага. Умница. Притормози. Притормози в другую сторону. Молодец. Притормози в другую. Вот. Молодец. Давай, давай, давай. Другую. Умница. Умница. Вот умница. Давай, 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 красотка. Вообще все ты делаешь, делаешь. Дочь. Давай, давай, давай. Молодчага. Так, ну, меня дочь отпустила. Я могу с вами прокатиться нормально. Давайте попробуем. Пару слов. Так, а у нас новый пациент. Сейчас мы будем учить его. Ребят, но это показывать сильно не буду, потому что у нас первые шаги. И, скорее всего, они пока такие неосознанные, как у меня в строительстве. Давай, давай, давай. Тренируемся. Вот, тормози. Нет, не так. Никита, посмотри на меня. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Смотрю. Иди сюда. Сейчас мы тебе будем лицо спасать. Пап, только. Только ты не видишь нифига. Да. У тебя шапка прям. Капец. Да тут снега очень много. Да. Сейчас я подожди развернусь. Давай. Сноубордист, блин. Так, каску надо поправить, а шапку поднять. И лучше всего очки надеть. И лучше очки надеть, да. И больше лицом не падай вперед, хорошо? Постараюсь. Все, готов? Хочешь очки надень, если хочешь? Удобно в них? Угу. Давай, диагональку. Все, старайся просто по диагонали. Вниз не езжай. Ой, ой, ой. Вообще не туда. Вон туда тебе надо. Сначала тормоза выучим. Это правильный ход. Давай. Тормоза это вот так, смотри. Тебе надо так спускаться аккуратно. Вот так. Аккуратненько. Как бы собирая весь снег. Это на тормозах называется. Оп, оп, оп. Молодец. Давай, давай, давай. Заноси. Ну, неплохо. Для начала неплохо. Давай, давай. Покажи, что ты научилась сегодня. Ребят, ладно. Я понимаю, что эта информация для вас не особо интересна, но чтобы вы просто видели, что иногда мы отдыхаем. Редко, но отдыхаем. Ну, а теперь продолжаем. Так, выпиливаем ручку для руки. Нам же надо как-то это поднимать, правильно? У нас поднимается вот так полочка. Теперь поднимается вот так у нас спинка. Мне вот так вот охота. Да. Кому-то хочется больше. Вот так вот. Кому-то хочется большего. Кому-то хочется больше. И вот так эта вся конструкция выглядит. Если вы дождетесь до конца фильма, возможно, здесь кто-то будет лежать в халатике. Или без него. А может, и не будет. Так, ну, ребята, мне кажется, получилось интересно. Пишите в комментариях, что понравилось, что нет. Может быть, есть какие-то замечания. Так, все, надо подметать. Оп, аккуратно. Ну да. Все, я полезла подметать. Сейчас ты пишешь. Такая фигня вообще. Так, давай немножко затащим ее назад. Давай. Все, подметаем. Сейчас мы развешиваем все остальное, все плафоны, все красоты. Все красоты надо развешать. Ну-ка, примерим. Итак, друзья, у нас получается немножко сегодня как-то все не обособлено. Мы снимаем вам больше уже готовые варианты. Говори хотя бы да. Да. Короче, смотрите, мы сейчас делаем пол. Он будет вот такой. Что здесь самое главное? Это, как всегда, оцинкованный саморез и обработанный брусок. Это очень важно. Брусок должен быть обработан биозащитой. Это поможет от гниения. Теперь мы укладываем его на наш раздельочный стол. Подкладываем под него бруски разного номинала. И это все дело надо прикрутить. Подожди, нам надо, чтобы эти бруски подходили. Это не тот. Дальше. Вот этот, значит. Который маленький, давай. Вот этот, значит. Давай. Вот так. Все. Вот это все нам нужно прикрутить. Так, примерка. Вот так мы выкладываем. Вот так. Вот так. Нормально? Ну, я хочу сказать, что наш проект можно считать завершенным. За исключением некоторых мелких деталей, о которых мы, ну, в процессе вам еще покажем. Там остался стул под наливку этой воды. Постались там повешать некоторые полочки. Блюдце для масел и так далее. Какие там мелкие нюансы. Но, в целом, наш проект можно сказать завершенным. И он получился удачным. Я следующим видосом, как я и обещал, сделаю полный обзор за 10 минут всех процессов, которые были сделаны по бане. И расскажу вам о смете. Сколько денег было потрачено на этот проект. Поэтому, пользуясь случаем, можете подписаться. А те, кто подписан, посмотрите, поставлен ли у вас колокольчик. Потому, что это является главным залогом того, что вы увидите следующий ролик. И он вам будет предложен Ютубом. Наша главная тема, которой был посвящен этот выпуск, я считаю завершена удачно. Евгения, тебе удобно? Ну, на боку не очень, а на спине это хорошо. Да. Этот трансформер работает в четырех положениях. И вот эти, и коленные суставы. И, короче, ну, не знаю, будем ли мы этой штукой пользоваться, но получилась она очень даже нормально. Если вас интересуют какие-то вопросы, какие-то размеры, вы все мне это пишите. И я вам, конечно же, на все это отвечу. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующем выпуске. Друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok